Открывают в своем условии. И многие, допустим, люди, неверующие, использующие для, допустим, обогащения Божьего Слова, вот, к примеру, строят свой бизнес на принципах этого слова. Я знаю, я просто не просто на словах это говорю, я реальные примеры знаю просто из жизни, о чем дело. Один из примеров для меня был такой сногсшибающий пример. Например, значит, один товарищ, наш русский еврей, он сейчас в Германии, давно уже в Германии живет. Вот, он был человеком совершенно не амбидиозным, но он даже сейчас так не сильно отличается амбидиозностью. Ну, может, все равно не бывает, а иногда на праздники какие-то. Вот, в принципе, он светский человек, как бы. Вот, значит, хотя, сейчас он, насколько я знаю, Владик, он сейчас читает много уже, ведь Артур такой духовный, и христианцы в том числе. Вот, значит, не только иудейской. И, значит, и тогда, когда жил в Москве, он был совершенно светский человек. Медицинский институт закончил, значит, и по стоматологии, значит, он хотел идти в этом развиваться. А здесь как раз, понимаете ли, значит, конец 80-х приоткрылись двери для выезда из Союза, значит, там, и многие стали уезжать. И, как бы, их семья тоже, вот, еще где он оказался в Германии, значит, а там эти вот Deutsche Marker, значит, платили хорошие тогда, значит, для переселенцев там условия. Создавали тепличные, что живи, как говорится, бочка варенья, корзины печенья, как бы, значит, можно, в принципе, не работать ничего. Вот, а он молодец, он решил копейку зарабатывать, он решил не жить на социальных этих, а жить на своем поле, как говорится, работать. Вот, хотя ему говорили, а он, они переехали во Франкфурт, вкратце расскажу историю, то для меня была просто очень значимая такая история, значит, просто когда видишь человека живого, да, и примеры жизни, это для тебя просто ошеломляюще. И вот, значит, и они переехали по Франкфурту, во Франкфурте на майне, финансовая столица Европы, ну, современная уже. Вот, значит, и представляете, значит, он было там заикнулся, вот, как стоматолог хотел бы практиковать, ему сразу говорят, здесь все настолько плотно забито по стоматологии, бесполезно. Вот где-то поблизости можешь, где-то подальше желательно даже, вот, но не Франкфурт на майне, здесь, здесь все евреи, и все стоматологи, и, короче, одним словом, и такие специалисты, что, значит, что, значит, ну, как бы, значит, ну, ему одним словом сказали, что, парень, ты хороший человек, ну, как бы, ну, быть хорошим стоматологом где-то там еще. Вот, и однажды он зашел в синагогу, там, ну, обычно там все встречи как раз были, вот, все стоматологи там обычно собирались, значит, ну, вот, значит, местные, значит, и, и он, значит, смехнул, что там есть десятина, туда-сюда, ну, я вроде как-то тоже евреи, но, вот, как-то не в курсе дел, особенно, далекий от религии всякой, но решил, говорит, буду, вот, для себя, вот, никому не сказал, даже в жизни не сказал, вот, так вот, между прочим, обратился к отцу, который на небесах, что, вот, если ты дашь мне кресло и возможность практиковать, да, вот, как стоматологу, здесь, во Франкфурте именно, вот, я, по-другому слову, как бы, зуб даю, что, ну, обещаю все, вот, десять процентов, вот, что я заработаю, вот, с каждой дочь марки я буду отназывать, и принесу тебя сюда, как бы, сказал, значит, и, говорит, потом мурашки были по коже, буквально прошло время, там совсем ничего, чуть ли не, ну, я могу сейчас быть не точно, но чуть ли не на следующий день, короче, вдруг ему говорят, приезжай срочно, здесь такое дело, что должны должны быть другие быть люди, но, говорит, есть окошечко, и тебя могут посмотреть, твою работу, могут посмотреть хорошие стоматологи, короче, это, говорит, ну, это просто фортуна, значит, он быстрее туда, приезжает, значит, все, там хорошие стоматологи, немцы, евреи, значит, смотрят, значит, и ему дали возможность попрактиковать, и посмотрели потом его работу, вообще. Самое интересное, он потом рассказывал, я, говорит, особо никому не говорил, говорит, но, говорит, я понимал, что, вот, в той работе были моменты, которые, вот, не, как бы, и я делал, а, вроде, как бы, и не я делал. Вот, вот, я понимал, что это, ну, как бы, как бы, чулька какая-то включилась, какая-то, вот, значит, но самое интересное, вот, все эти стоматологи очень высоко оценили его работу, да, похвалили, и даже дали ему часы в этой клинике. Вообще, это, говорит, это просто, говорит, ну, уму непостижимо. Вот, я, вот, и я, да, здесь, ха, атеист, говорящий с Богом, но, вот, здесь, хочешь не хочешь, станешь религиозным, как бы. Одним словом, он, значит, ставал, дал десятину туда, стал относить, но каждый товарищ Марк подкладывал, вот, у него было свое кресло, потом прошло время, у него было уже второе кресло, он нанял еще одного мусского еврея, значит, тоже там стоматолога, товарища своего, значит, тут он, значит, тоже практиковать. Вот, вот, скажу, что на сегодняшний день, когда я у него был гостил тогда, во Франкфурте, последний раз, он, насколько, вот, я, врать, он, думаю, не будет, и вижу, человек живет очень скромно, так, ну, по немецким меркам, как, ну, средний немец, будем так, средний человек, вот, хотя у него своя клиника уже, стоматологическая, открывать, тогда, тогда открывал уже вторую клинику уже, но не во Франкфурте, уже дальше пошел. Зарабатывал на медицинских технологиях, новых технологиях, значит, нашел еще одну такую статью дохода, очень хорошую, вот, и он говорит, от своего бизнеса, я, говорит, 90% я отдаю, 90%, а на 10% я живу, ну, реально, даже меньше, чем 10%, потому что, потом уже, мы уже сидели, допоздал у него, еще с пастором Юрой были, он, значит, потом мне пастор Юра говорит, а знаешь, он реально меньше 10% живет, потому что он, он еще и часть из того, что у него есть, он тому дает, тому дает, просто, просто благоставляет, а он достает тетрадку, мы были в его кабинете, тетрадку, ведет, ведет тетрадь, вот 10% он, как бы, тогда зарюкся еще, когда, вот, он так и туда приносит, за тетрадку, приносит, там все, бросает, никому не говорит, это его чисто с Богом договоренность, но, когда у него началось второе кресло, было уже, да, он, я, говорит, еще дальше продолжил, какой-то маленький процент, допустим, ну, я уже не так сильно, там, жирно, чтобы 10% еще, но, там, понемножку, понемножку, там, туда, допустим, сюда, там, допустим, фонд этих помощи, этих вдово-сироты, войн, там, Израиля, значит, он сам приехал в Израиль, побывал там, и, говорит, я, настолько проникся всем этим, говорит, я не думал никогда, не был никогда патриотичным, вообще, по жизни, вообще, вот, значит, ну, как бы, никуда, и не думал, там, в Израиле быть патриотом, значит, но, вот, коснулось, вот, сиротел, вот, к помощи, вот, решил часть туда, часть инвалидом, значит, короче, он расписал, часть студентом, потом, студентом, есть даже, сейчас, добавка к стипендии от его имени, вот, значит, есть процент небольшой такой, представляете, каждый процент, он, 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 подсчитывает, короче, за эти годы набежало 90% в общей сложности, вот, куда он раздался, разные фонды, разные, разные эти вот, ну, как бы, организации, в том числе, организации сионистов, европейская сионистская организация, на счет там, на счет там, для всяких мероприятий, тоже часть, то есть, короче, он, значит, расписал, и показывал нам вот это, сюда, это, сюда, вот, у меня, получается, 90% я, вот, раздаю, но мне 10% вот так вот хватает. И мне, и моей семье, мы живём. Хотя, знаете, он не жирует совершенно. Машина очень такая, более чем скромная. Даже я, ну, понимаете, для его бизнеса, значит, да, мог бы ездить на какой-то дорогой машине, в нашем понимании, допустим, да. По немецким меркам очень, да. Обычная машина, совершенно неприглядная. Дом совершенно такой обычный, одевается он там совершенно просто. Ну, в этом был какой-то свой шарм, какой-то, не знаю, в этом была какая-то своя прелесть какая-то особенная. Вот, что значит, что человек, он понял вкус жизни, что вот не мамон, а над ним, да, значит, он поднялся над этим, хотя человек, ну, невозрождённый, понимаете, ну, самое интересное, думаю, вот это да, но недалеко от него спасение, точно, это сто процентов, это сто процентов, даже я это понял, он сразу, когда он тетрадку показал, ну, вот это да, да, значит, но это к чему, что есть, это хороший пример, есть нехорошие примеры, к сожалению, тоже нехорошие примеры, но плохого хоть быть не сегодня, ну, значит, ну, самый нехороший пример, я всё-таки скажу, думаю, на слуху тоже, у людей, допустим, психологи, допустим, да, мирские часто берут библейские принципы, да, и пытаются их использовать в своей работе, из кожи лезут вон, но вот в штатах, допустим, где всё, всё время всё опрашивается, да, и всё исследуется, то выясняют, что самая или одна из самых несчастных категорий, вот, групп, да, в США при всём обеспечении, как бы, американском, это как раз именно психологи, почти 100% все пережили даже не один развод, значит, несчастные люди, самоубийства среди тех, кто сами должны помогать самоубийцам, понимаете, значит, спиваются, скалываются, как раз те, кто должны помогать как раз именно, понимаете, то есть люди невозрождённые, взяв принципы, многие библейские, вроде как бы, стараются помочь, может, людям, да, другим, но рано или поздно логос, это, ну, палка двух концов, будем договорить, знаете ли, и это не то, что надо нам, нам нужна Рема, Божье Рема, слово скриптура в смысле именно Рема, Божье, а Рема Божье, это откровение Божье, это то, что, и не просто это, вот, знаете, о, Эврика, надо же, о, я не знал, не просто хорошая мысль, которая пришла в голову или услышана где-то, допустим, послушана, вот, значит, запомнена, нет, Рема, то слово, становящееся плотью, слово, которое ты в своей жизни практикуешь, слово, которое уже, ну, частью тебя стала, тебе уже, как говорится, хоть кол на голове чеши, от тебя это никак не отнять, это часть тебя самого, и вот, и одно из объяснений, кстати, о Реме Божьей, это слово переживаемое, или пережитое слово, вот, прожитое слово, допустим, человек, который, там, был на милии совершенно финансовый, да, значит, но потом, по милости Божьей, значит, у него прорыв финансовый, как говорят сейчас, да, произошел, и он, значит, уже на коне, да, значит, и он познал Бога, как именно Эль Шадая, более чем достаточного Бога, Бога-обеспечителя своего, вот это его откровение, его, ему хоть как не говори, хоть, ну, убеждай, переубеждай, его никак не переубедишь, потому что он сам прощупал это все в своей жизни, он сам пережил это все без денежки, да, значит, пустыню, и потом, значит, вот это процветание, и он уже Бога познал, как, и познает, как именно обеспечителя сверхъестественного. Допустим, то же самое человек, который был, допустим, может, приговорен болезнями к смерти, к могиле, все уже, уже один шаг, остался, один шаг, да, слава Богу, не сделал вперед, но, ну, понимаете, покаялся человек, например, давно вообще исцелился, обновился, да, исцелился, принял исцеление, и, знаете, вот он такой человек Бога, как именно своего целителя знает, и его хоть как не убеждай, хоть теологи выйдут в известных разных конфессий, и будут говорить ему, что Бог сейчас не исцеляет, он лишь поддерживает наше здоровье, как-то, значит, не дожирует по живу, как бы ей вообще, как бы, значит, какое там исцеление, какие там чудеса, все, закончились век апостольские чудеса, я много таких теологов слышал и читал, и все. Но, как бы ему эти теологи не объясняли все, чем почину, но, знаете ли, он знает правду Бога о том, что Бог есть целитель, и это пережил в своей жизни, и вот так же каждый из нас познает Бога, вот в какой-то вот своей ипостасе, можно так выразиться, ну, обычно говорят, ипостась, это как вот сущности Бога самого, но на самом деле можно сказать, что ипостась у него не три, а тысячи ипостасей просто, а просто тысячи, потому что действительно, вот именно как Бога-целителя познавать, это, по сути, познавать как еще одного Бога, это познавать как действительно качество его, его сущность его, совершенно иную, многогранный такой, действительно Господь наш, слава Богу. Вот, и, но самое основное, самое основное, чтобы все было понятно, в нем, в Боге, выражено в Писании, в Библии, что Бог есть любовь, в этом все заключено, в этом все заключено, и основа, с чего начинал, как раз, места Писания такие, озаглавил сегодняшним днем, из 2 Коринфянам 5,19, «Бог во Христе примирил с Собою мир», 2 Коринфянам 5,19, «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения». Аминь. Вот, действительно, великое чудо, которое Бог совершил на кресте ради нас, отдав свою жизнь, свою кровь, и это, действительно, это так. Знаете ли, некоторые могут умствовать, допустим, так, мыслить иначе, вот, что Сын Божий на кресте, но, знаете ли, видели, наверное, да, вот это тоже видео такое, написано, где-то было что-то на основании реальных фактов, как бы было, на самом деле, все это снят, такой фильм, ролик, такой, как бы, мост называется, помните, да, разводной мост какой-то, там, значит, мальчик играл, и он там где-то попал, где-то, значит, пожертвовал сына. Да, и отец, он должен был либо поезд под откос, да, значит, да, либо сына, вот, и, как бы, там писали, уже не раз писали где-то в сетях, что, значит, что братья выставляли, что это на основе реальных, вот, как бы, событий, истории, если это реально... В чехе, да, да. Как? В чехе, ну, в чехе. В чехе? Да. Да, вы что? Ну, я сказала, что брать, чем братья. Ну, вот, действительно, вот история такая, кто вот помнит, она очень такая трогательная, и сам фильм получился такой, очень трогательный, вот, короткий такой, знаете ли, где все понятно, вот, 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 сама история любви, да, вот, и, действительно, вот, отдать сына отдать свою жизнь по сути он отдал себя самого и поэтому Бог во Христе примирил с собой мир понимаете ли, либо вся земля под откос уже либо все человечество уже все пропадено пропадом все знаете ли, крест поставить в плохом смысле слова либо отдать жизнь свою кровь свою, знаете ли, либо отдать себя самого сына своего, первенца своего единородного своего старшего и конечно это было действительно чудом и страшным и ужасным и прекрасным одновременно конечно событием вот и Бог во Христе примирил с собой мир не просто церковь не просто отдельные организации не просто отдельные конфессии там деноминации даже не просто христианство знаете ли, весь этот мир по большому счету всех всех людей и всех-всех-всех знаете ли, действительно потому что да приветствую приветствую здравствуйте потому что действительно Божья любовь она безгранична и план спасения сегодня мы уже как бы задним умом уже знаем как это все произошло вот два тысячи лет назад но до сих пор конечно даже зная все казалось бы из Евангелия мы понимаем что больше вопросов неже ответов даже для нас сегодня как это могло быть как Бог мог свою божескую кровь пролить за нас как это вообще происходило есть фильмы разные вот Мелла Гибсона достаточно вспомнить хотя бы такие страшные такие подробности показаны этой казни там ужасы такие да такой христианский ужасник вот такой вот я помню когда вот был показ здесь в Киеве первый показ то удивительно произошло конечно событие там звонили с вот этой конторы которая занимается кинопрокатом по городу вот значит и по всем кинотеатрам вот эти фильмы рассылали и для показа и представляете оттуда с этой организацией звонили по церквям христианских значит с просьбой значит прислать кого-то из священнослужителей присылать чтобы значит священнослужители могли как бы комментировать потому что после просмотра предварительного просмотра да приветствую да то прокатчики поняли что значит осознали что для нашего зрителя фильм во многом как бы требующий разъяснений потому что Эл Гибсон снимал все-таки в основном ориентируясь на американского зрителя который как бы с малаком матери все это уже знает уже как бы и с детства прекрасно все знает что зачем Иисус приходил как бы что бы и в Америке проповедать очень сложно в этом отношении потому что как бы средний американец это наш очень хороший хорошо просвещенный христианин значит понимаете знаешь как бы значит то есть очень тебе проповедь, проповедь тебе расскажет. Хотя он может быть с бутылкой виски сидит, но как бы он тебе все расскажет чуть по чину, понимаете ли. И среднеамериканец, значит, он очень хорошо осуществляет во всем этом Евангелии Христа, но нам нужно, чтобы нашим зрителям разъяснили, пояснили, что произошло там, на кресте, потому что фильм особенно не расширяется, не объясняет все это, и слава богу, что да, пригласили, я тоже воспользовался этим шансом, тоже дал согласие, почти все конфессии участвовали, кроме Московского Талиархата, по-моему, все участвовали, так или иначе. Вот, значит, и там были лютеране, католики были, ксенцы были, значит, там протестанты, вообще навалом было, вообще там, Украина, вот этот центр, да, торговый там, там много же залов, и смотрю, там батюшка пошел, там, значит, ксенцы какой-то пошел, там пастыри, пошли баптисты, 50-ти, кого-то, я его не увидел там вообще, значит, и в течение дня, представляете, другие к ней тоже приходили, но я тоже пришел, значит, там, мне сказали, какой зал, я там расписался, все, значит, там, такой-то священнослужитель, все, координаты взяли все, мои, значит, так интересно, думаю, надо же, все по честное слово, так тоже так, мало ли, ну, пришел какой-то человек, значит, что он нам расскажет вообще, то есть, настолько вот такое доверие было священнослужителям, как бы, да, значит, да, значит, и я пришел, думаю, ну, посмотрю как раз фильм, прям так вот, место первое, все там смотрю, конечно, да, может так, а еще с этими эффектами звуковыми, конечно, да, там жуть, конечно, вот, и, Слышу там сзади, девчонки запищали при этих ударах, и там прозвучало что-то такое, что зачем это, для чего-то все это, как бы напрасные какие-то такие моменты, вот, как я так понял, и представляете, значит, и потом, да, значит, свет включают, вот, я сам Еве там уже понимаю, что фильм заканчивается, надо что-то говорить, а я, вот, там, расплакался, значит, начну, как бы уже весь собираюсь, как бы, значит, свет включают, я выхожу, значит, и вижу весь зал заплаканный вообще, вот, и говорю слово, ну, там попросили только, значит, когда там уже расписывался, что, ну, не долго, чтобы было, ну, минут 10-15, не больше, чтобы там следующий уже дальше пока начнется, вот, и я, значит, коротко сказал, объяснил, что, говорю, вот то, что сейчас показано, вот, это страшная правда, конечно, вот, и говорю, слава богу, за Мала Гирсона, конечно, за то, что он показал здесь этот ужас, что произошел, и объяснил вкратце Евангелие, что это все было не просто очередной жестокостью человеческой, знаете ли, не просто очередным, таким тупым, глупым, страшным преступлением, знаете ли, человека ни за что убили, вот, притом так жестоко, изощренно, по-хамски отнеслись и все прочее, но я объяснил, что это все было ради нас, что он Сын Божий, Иисус Христос, и он действительно совершил это ради нашего спасения, вот, и, знаете, ну, я сказал тогда же тоже, и говорил в те дни, тоже, что, говорю, знаете, то, что произошло, и то, что показано было, это еще не вся правда, это полуправда, а вся правда была в том, что, говорю, что все было гораздо страшнее, страшнее в том, что, действительно, Иисус не просто физически страдал, страдал за грехи наши еще, что все уродство нашего мира всего, да, все наркомания, алкоголизм, блуд, вот, все, что, коррупция, вот, все, что можно было признать в этом мире, да, жестокость вся эта, коварство, предательство, измены, все, это все было на Иисусе Христе, отчаяние, люди порой со своими проблемами не справляются, и либо с ума сходят, либо с собой кончают свою жизнь, не выдерживая вот этого натиска, да, всего, представляете, а даже и это все было на Иисусе Христе, он взял на себя это все отчаяние, все-все полностью взял на себя, вот, и его сердце не выдержало, его сердце разорвалось, потому что даже, даже Белат удивился, что уже умер, как бы, слишком рано, как бы, то есть он понимал, что люди на кресте обычно, ну, дольше страдают-то, понимаете ли, он очень, как бы, очень рано умер, вот, значит, и даже на всякий случай пришлось сделать контрольный выстрел, как говорится, значит, удар, значит, копья, чтобы удостовериться, как бы, ну, мало ли, что случилось, мало ли, что за уморок у него, или как, вот, значит, но это была смерть, на самом деле, и когда ударил копьем, то истекла кровь и вода, это свидетельство написано, подтверждается, как раз, очевидцами тогдашними, сегодня медики говорят однозначно, что, значит, имеется в виду свидетельство не только для того поколения, но и для нашего поколения, что он умер не, как обычно умирает от удушья, допустим, да, провисали, как-то еще, но он умер именно от разрыва сердца, его сердце было разорвано, вот, и я тоже говорю всегда, что я не верю, что сердце, моего господа, оно было больное, знаете ли, с каким-то, допустим, дефектом, вот, знаете ли, врожденным, нет, у него было здоровое сердце, он был, Агнец, без порока, я не только снаружи, но и внутри он был без порока всякого, без болезни, значит, непорочный и духовный, и душевный, и физически, и, знаете, но его сердце было разорвано, потому что не только физически, не столько физически эти страдания страшные, ужасные, безусловно ужасные, но сколько страданий, которые были внутри, которые не видны были, и его лицо было лицо, и вся суть его, маньяка, наркомана, алкоголика, педофила, коррупционера, значит, там, кого угодно вообще, это всё было на нём, представляете, значит, всё зло наше разорвало ему просто, его сердце. Фильм просто показали по плоти, а если сказать, что это духовно, там духовно не отпито, что духовно не отпито? Духовно отпито нам. Почему нам отпито? Духовно нам отпито. Почему? Потому что он на кресте сказал, что вы обо мне плачете, плачете о детях, о себе. Он на тот момент объяснил, что вы не о том плащ, не о том переживаете, потому что я взял эти все христиности в свой мир, и с того времени, еще вот эти 2000 лет, до того, до происшествия, все уже на нем было, все это было на нем. И Бог его к этому погатал, когда он погатал, еще до креста он молится на крови плода и просит учеников по бодрости один час, потому что вам это нужно будет все пройти, этот путь, который я буду проходить, вам нужно пройти, вам один час нужно все по бодрости. И уже на третий раз приходит, смотрит сил нет, Бог не дал им сил, он верит, глаза даже так, Бог не дает им сил. И говорит, и восьми слова говорится, вот князь мира с его идет, но во мне ничего не нашел. Он дает понять, что восьми плоти, восьми плоти соединилась с духом, и душа, он стал цельным, он стал цельным. Вот это не могли рассказать актеры, потому что они не родились о духовстве, они не знают о духовстве, они попозже показали фильм. И вот что еще осознаете, не обо мне, а о себе, о своих детях, потому что вы не осознали, что вы не должны болеть, это обман, вас будут обманывать, рукавы будут вас обманывать. Почему? Потому что они с отцом все забрали, все, все грехи они простили, на кресте были все прощены, и Адам, и Ева, и Гамора, и Садом, все были прощены. И в тот момент, когда Бог оставил, потому что он пошел и разорвал завесу, Бог его никогда не оставлял, потому что в трех ванях написано, зачем ты свет составил, а в четвертом не написано, в четвертом написано, сверчилось, и тьма, появилась тьма. Солнцу не было света, потому что свет пошел в недре земли, потому что так написано, он тоже в недре земли, он в недре земли пошел. И солнцу не было света, без господа солнце не имеет света, все, оно пустое, оно не, как простое железное, деревяшки, штоны там, камень какой-то. Господь не давал ему света, все, тьма была трех суток, там три суток была разборка. И врачи, это сердечная недостаточность, что такое сердечная недостаточность? Бог ушел. Бог живет в крови, потому что написано, кровь Авеля вызывала, кровь Авеля взяла, поэтому врачи идут. Это анатомики, я в школе не учился, вот анатомию мне рассказывают, всякие вот эти вот, их научные, всякие разборки, хуток упасли. Они понимают, ничего не понимают, в крови Бог находится, человек, когда себе наркотики берет, сигареты берет, лукавый приход, он начинает притеснять Бога, он притесняет, начинает Божьи клетки уничтожать в крови. Поэтому, даже лекарство написано, лекарство написано, такая-то, такая-то, нужно ее принимать, и будет хорошо, вот, уже человек начинает понимать, что пока лекарство понимает, у него не болит. Лекарство принесло, он начинает говорить, отвигать, это жертву Христа, отвигать, все врачи, все профессора, отвигать эти жертву Христа, за это они погибли. Я не стесняюсь, я правильно им говорю, вы обманываете людей, вы создаете таблетки, а Господь, как бороться с грехом, не с болезнью, с грехом, с грехом, с грехом. Они не учат, взять собрание мутьян, вот мне следует, что делать, скоро я буду с ним говорить, я вам тоже объясняю. Ты учишь проблемы, а не учишь, как избавляться от них. Ты подумаешь к Аспировскому и Чумакову. Получается, что твой Бог Аспировский и Чумаков, потому что ты не учишь людей, как бороться. Господь сказал, не радуйтесь, не радуйтесь. И ученикам, если признаются, помогают, как бороться с грехом, нужно бороться с грехом. Они говорят, все, у тебя проблема, все, у тебя проблема, и так мы знаем, что проблема. Писание, как бороться, мы сюда приходим для того, чтобы бороться, чтобы князь мира на дна не имел власти, потому что это храмина, из которой мы должны выйти, храмина, вот это мы должны выйти. Куда мы идем? Мы должны знать, потому что написано, я только отцу, и вы знаете, ученикам сказали. Почему об этом сейчас не говорят в другом месте, что они знают Бог, священники? Почему не говорят? Потому что написано, бороться надо, бороться с князь мира. Мы, царственное священство, взятую из двух дел, бороться с кем? С духами злого и поднебесных. С духами злого и поднебесных, что такое? Первородный грех. Что такое первородный грех? Непослушание. Она не послушала. Второй грех. Сомнение. Усомнилось. Усомнилось, Господь за нас жизнь создал. Я христианин, а зачем я буду в фактику? Значит, зря было тюжесть. Зря наши грехи просто у нас дальше прокатаны. Нас и так взял. Отец Андрей, спасибо. Да, да. Уже многостей тут зашли. Вот, как бы, там есть некоторые такие нюансы спорные. Да, сперезные, да. И спорные. Но, значит, вот бесспорно является Словом Божьим. Бесспорным является Слово Божьим. И вот здесь хочу прочесть сейчас. Из 1 Иоанна, чтобы как раз не на память, а не на слов, а вот как раз прочитывать именно с текста самого. Из 1 Иоанна, значит, 4 раздел, получается, 4 глава, 4 стих. И дальше по тексту. Дети, пишет 1 Иоанна 4,4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающих Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Вот Духа истины и Духа заблуждения мы познаем, у нас есть сильнейшее пророчерское слово. Вот почему Солоскриптура, почему первое вот это утверждение, реформация, оно архиважно. Почему? Потому что мы, чтобы, не дай Боже, время от времени всех нас заносит, порой не в ту степь, знаете ли. И порой всем нам нужно время от времени тестировать себя, не напасно мне пути, направить меня на пути истинный, личный. Вот, и именно это слово, которое мы говорим, да, вот это послание, этим мы тестируем, проверяем Духа истины и Духа заблуждения. И вот написано дальше, в девятом стихе, «Любовь Божья к нам открылась в том, вот, она может быть явлена, в том, в всем, в пятом, в десятом, но вот в чем первую голову? Что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». И дальше написано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аминь. И вот из пяти золос, из пяти утверждений, только, да, первым пунктом идет только Писание, потом только Вера, потом идет только Благодать, потом только Христос, и в конце, мне очень нравится завершение красивое, только Богу слава, только Богу слава. Вот эти пять только, пять этих столбов, я, знаете, благодарю Бога, что действительно мы, как христиане, независимо от того, кто мы там, православные, протестанты, сейчас много наименований разных, и есть сейчас, и было, и будет еще немало наименований, но мы должны быть действительно христианами веры библейской, веры евангельской. Аминь. 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 Без них сведения не дастся. Ну-ка, слева, где-то больше. Ну, порой читают, я так понимаю, из-за того, что Андрей сказал... Судя, с каким духом читаешь? С каким духом читаешь? Ты судишь? Ага. Ты что, судишь? Слово судишь? Слово даже судить. Слово даже судить. А не угощать кого? Угощать Духа Истины. А не угощать совесть, а не угощать. О, Павел такой плохой. О, Петр такой плохой. О, Иуда вообще плохо. Они обязаны были так сделать. Они исполняли Слово. Накаратоваться. Молодец, Иуда. Хорошо, что не я вместо тебя был. Слава тебе, Иуда. Слава тебе, что ты исполнил Слово. Вот что нужно. А не распирать Иуду. Потому что Бог сказал, иди вспомни. Иди вспомнил. Приказал. Он приказали и приказал. Ну сказал Горя, так не повторяйте, не повторяйте. Не повторяйте, не предавайте. Андрей, Андрей. Потому что то, что сейчас высказывает Андрей, сейчас это очень на самом деле спорно. Это Господь, говорит ли я. Я здесь ни при чем. Я здесь не чатан. Ладно, ладно, ладно. Просто опять-таки, друзья, вот интересно, прямо у нас такая живая получилась такая вот такая. Девушки отдыхают, там я посиди. А на первом, говорит, я сказал, второй, говорит, первым молчит, и сказать второй, а потом говорит первый. Ну, говорит, как с тобой ложь. Не, Андрей, Андрей, все-все-все. Потому что, потому что, на самом деле, все гораздо сложнее. Вот каждый из нас, конечно же, и я, в том числе, все мы, люди, читая Библию, мы, конечно, значит, видим ее по-своему и прочитываем. Да, можно сюда. Вот. Молимся за Него, благословляем Бога. Да, тоже, видите, далеко не все смогли быть, и даже те, кто, как бы, еще вчера вечером намеревались, ну, не смог. Ну, благословляем, где он сейчас находится, во имени Иисуса Христа. И то, что Лютер произошла пять столетий назад, соло-скриптура, но по совести это положил руку на сердце. Все ли соло-скриптура для него? Нет, конечно. Вот. Но то, что он понимал, то, что он понял, то, что он осознал, то, что он принял, то, что он практиковал, для него это было соло-скриптура. А остальное, да, было далеко и не соло, и далеко и не скульптура. Вот. В его жизни, в частности, там, и то же самое у других реформаторов. И вот сегодня в христианстве очень многоведвистом таком, знаете ли, очень много разных учений, разных... И даже не потому, что люди плохие, там, или там... Дело в том, что мы понимаем даже, будучи вот детьми Божьими, совершенно по-разному это слово. Зависит еще тоже, опять-таки, от того, как мы погружаемся в Бога, как мы опыт имеем определенный с Ним, будучи с Ним. Хотя Бог открывает порой такие глубокие истины и очень простым людям, совершенно не книжным. Это тоже феномен просто вообще, свыше просто. Там много примеров, я это знаю и в своей жизни тоже. Я знаю, вот, как Эрн Раштеген описывал, если кто помнит, там, истории, когда там один чернокожий пастор, ну, пастор, проповедник его истории. Первый чернокожий сырье Завуссов, насколько я знаю, значит, проповедник, из переного населения именно. Он был сыном вождя, и он там пахал на, значит, это, на животных этих, значит, на поле был, на работе. Значит, и представляете, значит, и вот так получилось, что, значит, небо вдруг стало черным, значит, и на небе были письмена. А он был некрамотный парень, как и все остальные там его племени, значит, и, ну, он смог прочесть. И из того, что он прочитал, он, значит, да, было обращение Бога к нему, и было слово, что читай Библию. Вот, и у нас еще дополнительно есть стульчики, чтобы задерживаться чуть-чуть, да. Вот, и он бросился к себе в деревню, значит, там, значит, нашел свои, нашел Библию такие все-таки, оказывается. Какой-то миссионер там либо нечаянно, либо так там специально оставил Библию, знаете ли так, но, с умыслом, но как бы он читал, ему говорят, ты можешь читать? Я не знаю, но вот я только что читал, только что читал, вот. И когда он проповедовал, да, значит, там, конечно, удивлялись люди. Ему дали слово на каком-то пастерском каком-то большом там собрании в Южной Африке, вот. Вот, и тогда, в те годы, черных проповедников было вообще раз-два пчелся, вот, значит, в Африке, значит, даже, значит, и тем более, значит, там, какой-то молодой паренек, значит, и, значит, и его спрашивали, значит, потом ему дали какой-то маленький промежуток времени, там, несколько минут, допустим, а он, его не останавливали долгое время, потому что люди действительно удивились вот этой мудрости, а потом спрашивали его, когда он ушел с кафедры, где учились вы? В каком учились, ну, семинарии, там, институт какой, он говорит, библия, библия, да, ну, на поле, да, точно, зеленые университеты, да, библия, значит, он говорит, ну, все, у всех библия, понятно, а где еще? Вот, только библия, вот, понимаете, Бог может умудрять простых, на самом деле, настолько сильно, слава Богу, вот, а Андрей, он монашество у нас, как бы, и вот поэтому отпечаток это монашество, оно, как бы дало себе знать, дает о себе знать, вот, наш прежний опыт жизни, служения, тоже дает о себе знать, значит, кем мы были прежде, да, допустим, значит, нашего обращения, вот, прежде нашего, вот, этого, духовного, такого, возрождения, Вот, слава Богу, но соус-скриптура, мы это запомним как базовое, как основание. Вообще все эти пять соус, все эти пять вот этих вот только-только-только-только, да, они действительно удивительно фундаментальны для любого верующего человека. Чтобы нам быть действительно библейскими верующими, евангельскими верующими. Вот, потому что, мы, кстати, с Рисником на эту тему разговаривали. Кифа не сможет быть сегодня, вот, кто опоздал, вынужден так вот донести на вас, не сможет быть сегодня, потому что уже вчера поздно вечером сообщил мне, что там по семейным обстоятельствам он вынужден остаться во Львове. Вот, ну, говорю, если гора не идет в Магомедову, мы говорят, что идет в горе. То есть я, как бы, уже, тогда уже надо мне во Львов съездить к ним туда, пробедать миста Лева, значит, побыть у них там, значит. Но, в общем-то, от него привет огромный, а тогда его уже включение сделаю попозже. Вот, значит, и в этой онлайн-трансляции, трансляции. Сегодня вечером, завтра и послезавтра, в 18.00. Вчера вечером попробовал, вроде как все получилось у меня. Ну, с этой трансляцией, слава Богу. Надеюсь, что теперь будет нормально у меня с этим все. Вот, и этих пять солос запомнимы, как именно основание, фундамент. И пусть Бог поможет нам, как вот верующим, я это и о себе тоже говорю, в первую даже голову, чтобы не заблудиться, не дай Боже, чтобы не увлечься чем-то, не знаю, каким-то ветром учения, каким-то, не знаю, каким-то, может быть, обольщением, суеверием. А пребывать в слове Божьем. Потому что это фундаментально. Проверять, перепроверять. Потому что Бог, он же не будет, я так рассуждаю, противоречить сам себе. Если он будет давать что-то новое, допустим, до откровения, безусловно, он дает что-то новое каждый раз. Порой, ну, как бы, что-то удивительное такое. Но оно действительно не будет противоречить тому, что он же говорил, но прежде. Как бы, иначе получится просто, ну, как бы, абсурд, знаете ли, какой-то. Вот. И поэтому вернейшее пророческое слово, в смысле, мы его им перепроверяем, как раз вот, то, что сегодня мы получаем от Бога. Хотя есть понимание, конечно, многогранное, да, Библия, да, действительно много граней в слове Божьем, много откровений в слове Божьего. Вот. Но будем помнить об этом. Аминь. Слава Богу, да. И, друзья, вот пять столетий тому назад действительно совершилось чудо. Я так полагаю, что люди, лежившие в ту эпоху, они до конца даже не понимали, что делать. Даже до конца не давали себе отчет, что-то совершается. Сегодня уже, как бы, уже со стороны видней, знаете ли, сегодня уже очевидно, что здесь было великое чудо Божье. Ни Лютер даже, ни Кальвин, никому из них вот нельзя сегодня, точно скажу, нельзя приписать никакой славы. Потому что, и чем больше я, ну, как бы, изучал биографии этих реформаторов, их работы, тем больше я понимал, что никто из них действительно не может себе вот сказать о себе, что вот я начал реформацию. Я, как бы, значит, совершил вот такой подвиг, значит, да. Они совершали подвиги, безусловно, да. Значит, кому честь, кому честь, да. Они совершали их подвиги. Но, по сути, вся эта реформация, это детище Бога самого. Сам Господь Бог совершал через простых людей, обычных людей, которые заблуждались, ошибались, спорили между собой, не соглашались. Но есть вещи, которые просто действительно, но свершились, свершились от Бога. Слава Богу. Аминь. Я попрошу, не сможешь там сделать, остановить и потом начать. Хорошо? Сейчас хочу помолиться и немного другое. Прямо здесь, спереди. Да, не, не, не пауза, а лучше вообще, стоп. Не, вот на эту, да. Ага, вот, спасибо, да. И потом на нее же сейчас, прям сейчас нажимай. Нажимай. Нажимай, да. Потому что я хочу разделить это все. Это все в сеть загружу, и чтобы и наши браки посмотрели, и, значит, чтобы друзья наши, ну и враги, понятно, тоже. Я удивляюсь, порой враги смотрят реформации, эти материалы даже внимательнее. Чем друзья. Ну, судя по вопросам. Но, знаете ли, я почему еще не беру красную тряпку задурить врагов мнения ни в коем разе, нет. Я преследую цель, преследую цель какую. Про свещение. Знаете ли, я помню, когда вот здесь, значит, значит, а, на арсенальной как-то, значит, чему там все было. Одинусловно, на эскалаторе. Я, по-моему, спустился с эскалатора, значит, уже на талформе там был. И какой-то идет монашек, не монашек, значит, ну, в подлясничке таком, значит, там, вот, значит, и на меня как-то так смотрят, ну, и на буржуазию, как-то так думают, что ему, он как будто ему денег должен, знаете, смотрит так, значит, а потом подошел ко мне и так вот, как-то так вот, так осторожно, как бы так вот, а вы не отец Сергий, не Жорлев, значит, не, а я, ну, да. Есть, есть. Да, 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 есть. Вот, значит, и, короче, выяснилось, что это, короче, слабый товарищ, значит, и что, ну, он сказал, я, как-то, мы внимательно смотрим, говорит, как-то, я не помню все слов, но, короче, я запомнил, что он внимательно смотрит и его товарищи какие-то. Внимательно смотрит, ну, не согласны, и, говорит, я, говорю, вашу, это, вот, перечитал несколько раз уже, говорит, ну, но я в корне не согласен, вот, всем, что пишите. Несколько раз перечит. Но, но потом, я еду уже поездом в эти метро, думаю, ну, вначале, думаю, надо же, не очень хорошо, что он так не согласен, как бы, а потом, думаю, нет, но все-таки он несколько раз перечитал, думаю, здорово, здесь друзья, один раз, и то не прочитали многие, а он несколько раз перечитал, думаю, здорово, да, да, вот, и, а еще к тому, Потому что порой люди, знаете ли, если он занимает такую позицию, то это хоть какая-то позиция. Понимаете ли, хуже равнодушие, хуже, когда ему все равно вообще. Вот, да, ему все, говорится, божья рассадочка, ему вообще ничего не надо вообще в жизни. Вот таких тоже много, к сожалению. Но есть те люди, которые действительно им не все равно. Пусть даже они противники сейчас, но Господь может задуждающихся обращать. Он может действительно совершать чудеса. И Он совершает очень много примеров. Ну, из Библии хотя бы, да, возьмите Павла, того же самого Сабла, да, гонителя, инквизитора, который шел там в Дамаск арестовывать наших братьев, да, значит, общину тут разорять. А вместо того стал величайшим апостолом, да, язычников апостолов, апостолом-язычников, проповедником Евангелия среди разных народов земли вообще. Удивительно вообще, слава Богу. Так что, вот так, порой нужно просто энергию в мирное русло направить, знаете, в нужное правильное русло. И тем более, что я понимаю прекрасно, вот негодование многих православных, традиционных, допустим, католических некоторых, там, священнослужителей, значит, на мой счет, там, вообще, сама идея реформации, многим кажется, она ненужной совершенно. Ненужной, как бы, вообще никак не актуальной. Почему я так полагаю? Потому что еще с семинарской скамьи нам промывали мозги тем, что говорили постоянно, что церковь, она, как бы, достаточно, она не нуждается ни в чем уже, она, ну, святая, ошибаться не может, и церковь, она не требует никаких, там, поправлений, исправлений и прочее-прочее, добавлений. Надо же, думаю, вот это там, сейчас. Еще кого-то ждем, да? Вот, значит, и, агенция Алексея сейчас на связи, сейчас телефон будет горячий, потому что, там, братья, многие переживают, один не успел, другой не успел, значит, ну, я вижу в этом промыслу Божию. Кому нужно, те успели все, да. Братьям, ну, будет у нас отдельное такое общение, братское общение такое, с нашими священнослужителями. Вот, рабочее, будет рабочее общение, да, рабочая обстановка, сядем, и сделаем наше дело. Да. Слава Богу, да. И вот, и хочу сказать, что, действительно, на самом деле, церковь, она нуждается в реформации, всегда. На самом деле. И, как вот, разница тоже, значит, распечаточка, которую... Да, мы сейчас раздаваем, да, да. Значит, чтобы, как бы, знали, о чем идет речь, как бы, потому что здесь набросал, вот, как раз, эти мысли о реформации. Ну, вы в эти дни как раз, вот, готовились, приготовились к собору, набросал, о реформации. Потому что слово реформация многих пугает, знаете, вот, и не только православных христиан, многих пугает слово реформация. Знаете ли, многим кажется, реформация, это вот то, что было приют или лишь, вот, в те времена, допустим, да, как бы, события, и все. Как бы, вот, то исторический период такой определенный, какой-то реформация. На самом деле, это слово, оно... Да, оно древнее, это слово-то. Еще один из отцов церкви, киприат Карфагенский, архиепископ Карфагенский киприат, святитель, он официально святой и в православной традиции, и в католической традиции. Значит, еще в третьем столетии нашей эры, когда наших с вами братьев-сестер по тех и ради бросали в Голизеи, там, на Ростелзане и Льва, в то время в Карфагене он выступая православию, интересное слово, один из его тезисов известнейших, «Экклезия сэмпор реформанда», церковь непрестанно реформируется, а если не реформируется, то уже деформируется. Выбор либо реформация, либо деформация. Ну, я так понимаю, что киприат Карфагенский, он понимал, что действительно диалектика, да, закон в основном какой, что все течет, меняется, ничего нет в этом тварном мире, сотворенном Богом мире, существующем здесь, однажды на века застывшего и неизменного, не существует. Закон, мы это все знаем, да, со школьной скамьи. Значит, и действительно, ну, так что диалектика, господа. И что касается церкви, церковь действительно так же не стоит на месте. Либо реформируется, либо деформируется. И деформация – это деградация, это уничтожение, как бы, да, реформация – это восстановление, покаяние, исправление, вот именно исповедание там, то есть реформации можно назвать именно возрождение, возрождение. Реформанда. Обычно политики, допустим, да, вот это слово используют для описания возникновения чего-то нового, допустим, да, вот что-то такое, новизна какая-то, допустим, вот политик реформатор, допустим, да, экономистов реформатор. Но, согласно слову самому, именно реформанда, имеется в виду восстановление того, что было изначально дано. Возвращение к, такое, постоянное возвращение к началу, возвращение к основанию, к фундаменту. То есть, помните, это основание. Наше основание – сам Господь Бог. Никто не может положить другого основания, написано, кроме положенного. Первый коринфин, помните, да, третий раздел тут. Там написано, что 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Аминь. Одно основание. И поэтому церковь, она, как будущее живым организмом, должна всегда пересматривать свою позицию. И отдельный каждый верующий, каждый из нас, не напас на пути. Где он сегодня, где он сейчас? В этом временном мире, потому что Бог запустил механизм времени, да, в этой тварной вселенной, мы действительно все течем и меняемся. Вот. В вечности посмотрим, как будет все. Вот. Увидим. Не будем спешить туда заглядывать, за закрытую дверь. Вот. Но здесь, в этом мире, действительно, вот так, как оно и есть. Вот. И пусть Бог нас в этом благословит, друзья. Пусть нас Бог благословит и в личной реформации. Пусть каждый из нас будет избавлен от всякой деформации, будем так говорить, деградации. Вот. Ну пусть каждый из нас будет именно в такой реформации. Хочу вспомнить Гоголя, Николая Васильевича, добрым словом упомянуть сегодня. Значит, его письма к друзьям. Переписка с друзьями. Уникальное, конечно, произведение. И есть письма, которые, скажу, ну, я когда-то, вот, начиная служение, я даже эти письма зачитывал Гоголя. Есть письма, которые звучат как проповедь. Просто как именно наставление веры христианской. Очень хорошее. И вот одно из них, из этих писем, обозначено было им самим, как бы эпиграфом название такое. Христианин всегда идет вперед. Так, письмо к Н какому-то. Вот, значит, какого-то господина он там, значит, приветствует, значит, там, и, значит, и дальше пишет, что, ну, самомусль такая у него в этом письме, что, допустим, он, ну, как бы, ругает свой век, значит, распущенный, а потом говорит, вот, люди хвастаются там экипажами, значит, конями, значит, домами, рабами, значит, крестьянами, значит, там, душами, значит, чем-то землями, чем-то еще доходами, различными деньгами, значит, да, положениями своими, санами. Вот, значит, и он дальше описывает, что человек светский, допустим, обычный, мирской, да, как бы, он достигает этого. И как он к этому стремится, что он хочет в жизни достичь. И вот, говорит, проходит время, и вот, допустим, там, 30, 40, там, 50 лет, он, допустим, он достигает того, что он, ну, какое-то время проходит, он достигает того, что он, как бы, хотел видеть в жизни. А затем что? А затем деформант начинается. Деформация. Значит, он не знает, куда дальше идти. Но, говорит, а христианин, вот, всегда идет вперед. Для него всегда цель. И это не морковка впереди, ослика, знаете, с которой он идет и тянет все. Нет, нет, это действительно, это другого рода цель впереди. Это слово Божье, которое указывает нам на будущее. Оно из, как бы, из небытия, как бы, да, ну, до нашего бытия. Оно из вечности, и оно в вечность, будем так говорить. Вот, оно в начале было, слово вообще. И оно, им все создано, вот, как я говорил уже в начале сегодня, да, значит, действительно, в основе всего этого сущего, Божье слово, Божье творение. И Бог нам дал быть словесными существами по образу подобия Его. Хотя мы знаем из Библии, что даже даже ослица Он дал, такую честь оказал. Вот, но из жизни мы видим, что даже некоторым людям Бог отказывает в этой чести. Знаете ли, человек немой, допустим, да, он не может говорить. Вот, но, в целом, основная масса человечества, имея эту честь от Бога, именно быть словесными, говорить. В этом великое благо для нас. Хотя многие видят в этом проклятие человеческого рода. И у Якова достаточно прочитать, да, допустим, что, значит, да, там такие, как бы, слова. Да и в других местах из писания, в притчах мы можем прочесть, какие беды бывают вообще от языка, значит, от нашей речи. Но, с другой стороны, Божье же слово говорит нам о великом благословении, которое происходит через слово. И когда слово Божье соединяется с нашим словом, когда мы говорим истину, когда мы говорим, ну, то, что Бог говорит, да, когда мы говорим благословение, не проклятие, а благословение, и когда Бог в нас это совершает, то великая чудеса совершается. Великие чудеса совершаются на самом деле. Слава Богу. Вот, и сама реформация была, вот, если пять столетий назад взять, возвращением к самому основанию, возвращением к самому фундаменту нашей христианской веры. И это стало благословением для всего тела Христа, для всего христианства мирового. Потому что, к сожалению, вот до того самого, вот, 1517, да, была эпоха, такая многовековая эпоха великой деформации. Если брать историю христианства, то в истории христианства эпоха великой деформации, деградации мирового христианства. Но с 1517 началась эпоха великой реформации. Позволю себе сравнение такое, знаете, вот интересное. До Христа, от Адама, от первого Адама, да, до второго Адама. Вот, от...